Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде гречки. Прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 92% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте красную кнопку подписки серой. Заранее спасибо и приятного просмотра! Гречневая крупа – это одна из самых известных и полезных круп. Каждый из нас слышал о ней неоднократно. Однако не все смогут назвать её полезные и вредные свойства. Гречка представляет собой растение крупиной культуры, которое цветёт в июле в виде белых и розовых соцветий. После цветения на растениях появляются мелкие треугольные семена, которые созревают ближе к осени. Гречка родом из Северной Индии. Интересный факт, что там её называют чёрный рис. С 15 века до нашей эры крупа появилась в Китае и Японии, а позже в восточных странах и Европе. В России эта крупа пользуется большим спросом. И действительно, пользу гречки трудно не оценить. Она богата витаминами, необходимыми нашему организму. Это витамины группы В, В1, В2, В6, В9, а также никотиновая кислота и жирорастворимый витамин Е. При их дефиците возникают проблемы с кожей, волосами и ногтями. Они необходимы для нормальной работы нервной системы, также полезны беременным женщинам для полноценного развития плода и профилактики различных дефицитов. В этот период количество витаминов необходимо вдвое больше. Список полезных компонентов в гречке очень широкий. Она содержит важные микроэлементы и минералы – кальций и фосфор, необходимые для костей и зубов, а также железо для выработки гемоглобина. Другие микроэлементы, например, йод и цинк, необходимы для здоровья волос и ногтей. Цветущей частью этого растения содержится фагоперин и рутин, кофейные и хлорогеновые кислоты. Это растительные природные соединения, которые необходимы для роста и развития человека. В семенах гречки много белка и полезных масел. Все эти вещества делают гречку самой полезной крупой для организма человека из всех представителей. Рассмотрим более подробно пользу и вред этого растения. Как и любой другой продукт, гречка имеет некоторые ограничения к употреблению, несмотря на множество полезных свойств. Положительное влияние гречки на организм предотвращает развитие злокачественных опухолей. Неоднократно ученые доказывали, что волокна многих круп являются сильнейшими антиоксидантами. Это вещества, которые защищают клетки организма от окисления и разрушения, а также препятствуют генетическим мутациям ДНК в них. Антиканцерогенный эффект был особенно заметен среди женщин, которые регулярно употребляли гречку. Риск развития молочной железы у них снижался на 50%. Особые соединения в этой крупе – лигнаны, попадая в организм человека, участвуют в защите его от злокачественных опухолей молочной железы и других негормональных разновидностей этого заболевания. По той же причине, которую мы обсуждали выше, гречка профилактирует возникновение рака толстого кишечника. Помимо этого, она богата клетчаткой, которая нормализует работу кишечника, очищает его, выводит вредные вещества и радикалы. Они вредны для организма, так как повреждают здоровые клетки. Это диетический и некалорийный продукт. Гречка – настоящий помощник всем худеющим. 20% суточной нормы клетчатки содержится в одном стакане крупы. Профилактика заболеваний сердца и сосудов. Гречка – кладезь полезных микроэлементов. К таким относятся флавоноиды. Эти вещества являются антиоксидантами и предотвращают клетки от гибели, а также они дополняют функции витамина С в организме. Одним из важных представителей флавоноидов является рутин. Это вещество укрепляет стенку сосудов, а также снижает количество плохого холестерина. За счёт этого снижается вероятность развития таких заболеваний, как инфаркт миокарда и стенокардия напряжения, или, по-простому, грудная жаба. Рутин добавляют даже в препараты для снижения артериального давления. Его извлекают из листьев гречихи. Рутин является сосудорасширяющим веществом, поэтому он снижает периферическое сопротивление сосудов и снижает давление. Это полезный компонент для здоровья сердечно-сосудистой системы. Положительное влияние при сахарном диабете. Гречка относится к тем продуктам, которые разрешены и даже рекомендованы к употреблению при сахарном диабете. Она полезна за счёт клетчатки, которая нормализует работу желудка и кишечника. Также гречневая крупа способствует снижению сахара в крови через 1-2 часа после употребления. Важно отметить, что при этом уровень глюкозы не скачет, а плавно приходит к норме. Своим эффектом крупа обязана хироинозетолу, который в ней содержится. Его ещё называют витамином В8. Это вещество подобно гормону инсулину. Оно помогает делать клетки более восприимчивы к его воздействию. Поэтому она крайне полезна для людей с сахарным диабетом первого типа. Также она является источником магния, который входит в состав пищеварительных ферментов. Достаточное потребление магния также снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Нормализует пищеварение. Как мы уже говорили, крупа содержит большое количество клетчатки. Растительные волокна, попадая в кишечник, разбухают из-за воздействия жидкости. Они нужны организму человека для нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта. Клетчатка транзитом проходит по кишечнику, выводит все токсины и вредные вещества, предотвращает запоры и нормализует стул. В более глобальном смысле – это профилактика рака прямой кишки. Варёная гречка успокаивает раздражённый кишечник. Существует такое заболевание, как синдром раздражённого кишечника. Данное состояние проявляется с запорами или наоборот частым жидким стулом, вздутием и болями в животе. При этом органической патологии в кишечнике не обнаруживается с помощью инструментальных методов, например, при колоноскопии. Повышает иммунитет. Гречка содержит витамины, которые важны для иммунного ответа организма. К ним относятся витамин С, Е и другие. Они дополняют функции флавоноидов и растительных антиоксидантов. Об их положительном влиянии на человека мы говорили ранее. Помогает сбросить лишний вес. Существует множество диет с наличием только одной крупы в рационе. Гречневая крупа – это диетический продукт, который содержит много белка и полезных аминокислот, например, лизин. Она очень питательная, то есть быстро даёт чувство насыщения и устраняет голод. При этом она не калорийная, что позволяет худеть правильно, без вреда для организма. Врачи говорят, что за счёт белка, содержащегося в гречке, вы не теряете мышечную массу, когда худеете, а наоборот, повышаете её активность и работу. Так что гречка – незаменимый продукт для спортсменов и тех, кто хочет похудеть. Польза для желчного пузыря. Гречка нормализует секрецию желчи желчным пузырём за счёт того, что клетчатка, которая в ней содержится, способствует достаточному её поступлению в кишечник и тщательному перевариванию жирной пищи. Она не даёт ей застаиваться в пузыре, что обычно приводит к формированию камней. Кроме того, гречка не стимулирует чрезмерное выделение желчных кислот. Поэтому она положительно влияет на работу желчного пузыря. Предотвращает обострение бронхиальной астмы. Это хроническое заболевание лёгких, которое связано со спазмами бронхов в ответ на различные раздражители. В крупе содержится много магния и витамина Е, который компенсирует дефицит их в организме человека. Учёные доказали, что дети, которые не получают достаточное количество этих витаминов и микроэлементов, имеют высокий риск развития бронхиальной астмы, так как эти витамины оказывают противовоспалительный эффект в организме и профилактируют развитие этого заболевания. Укрепляет кости. Для костной ткани крупа также является полезной, в ней содержится цинк и селен, который участвует в формировании костей. Пожилым людям особенно необходимо употреблять этот продукт в своём рационе, чтобы предотвращать возрастные разрушения костей. Селен оказывает влияние на здоровье ногтей и зубов. Предотвращает анемию. Высокое содержание железа в гречневой крупе является хорошим способом профилактики развития железодефицитной анемии. Это состояние чаще всего встречается среди женщин, оно связано с недостатком железа в организме и снижением гемоглобина и эритроцитов – красных кровяных клеток. Оно проявляется слабостью, вялостью, бледностью кожных покровов, снижением работоспособности, выпадением волос и ломкостью ногтей. Регулярное употребление гречки снижает риск развития данного заболевания, особенно это полезно для беременных, спортсменов и детей в период активного роста, так как потребность в железе особенно высока. Противопоказания к употреблению гречки. Как и у любого продукта, несмотря на всю пользу, можно выделить вредное воздействие на организм. Основной момент состоит в том, что необходимо употреблять этот продукт в ограниченном количестве. Нельзя большие порции давать детям и людям, склонным к запорам, так как круто сваренная каша может вызвать вздутие живота или запоры. В ограниченном количестве эту крупу нужно употреблять людям с болезнями почек, нельзя худеть только с помощью гречки. Длительность такой монодиеты, когда в рационе только один продукт, должна быть не более пяти дней. При производстве гречневой крупы используется специальное оборудование. Это сложный и длительный производственный процесс. Изначально она очищается от примесей, высушивается, затем пропаривается, а после сортируется. При нарушении техники производства вместе с гречкой может попадать металлическая пыль. Увидеть её невозможно, однако попадая в организм человека, она может нанести вред. Доверяйте только надёжным и проверенным производителем. Учёные утверждают, что регулярное употребление гречки способно провоцировать возникновение остеопороза. Это связано с тем, что в избытке крупа подавляет всасывание кальция из кишечника. Кроме того, необходимо понимать, что гречиха не способна обеспечить суточную потребность железа для организма. Поэтому употребление только её в своём рационе без мяса, вероятнее всего, не защитит вас от развития железодефицитной анемии. Блюдо, которое попадает на стол с давних времён – это гречневая каша с молоком. Неудивительно, ведь такая пища легко готовится и доступна каждому, однако польза её для организма весьма неубедительна. Дело в том, что не все микроэлементы взаимодействуют друг с другом. Существуют определённые особенности, в частности, железо, которое содержится в гречке, мешает кальцию из молока усваиваться. Кроме того, ферменты, необходимые для переваривания крупы, не подходят для расщепления молока. Это приводит к расстройству пищеварения и проявляется вздутием и болями в желудке. Даже несмотря на имеющиеся противопоказания, не стоит отказываться от этого продукта. Ведь при правильном её употреблении вы получаете целый комплекс полезных веществ для здоровья всего организма. В ограниченных количествах её положительное влияние трудно недооценить. На этом закончим ролик. На канале можно найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!